Как вы уже знаете, PUBG стала бесплатной, а это означает, что много школьников, ой, геймеров, стали играть в эту игру. Но как мы знаем, не у всех есть мощный игровой компьютер, который смог бы выдавать 1000 фпс. На самом деле, я решил сегодня быть в роли супергероя, который поможет решить вашу проблему со слабым компьютером, или ноутбуком, или калькулятором, ну думаю вы поняли. А также помогу вам поднять как можно больше фпса в игре Plower Unknows Battlegrounds, или PUBG, или PUBG. Так что в этом видеоролике я, Симон, да, всем привет, я помогу вам максимально оптимизировать и повысить фпс в PUBG, и помогу избавиться от бесячих фризов и лагов. Так что, как говорится, let's go. Первое, что мы будем делать, это настраивать вашу видеокарту. Как вы уже знаете, люди делятся на два типа, у кого Nvidia, а у кого AMD. Если у вас видеокарта от Nvidia, значит продолжай смотреть это видео. Ну а если у тебя видеокарта от AMD, то переходи в описание этого ролика, и там есть ссылка на статью, где ты сможешь настроить именно видеокарту от AMD. Ну а потом продолжи смотреть мое видео, не забудь. Так, давайте перейдем к настройке Nvidia. Здесь можно выделить два варианта оптимизации PUBG. Начнем, конечно же, с первого. Он более легкий и простой. Он разрешает драйверам вашей видеокарты в автоматическом режиме регулировать производительность PUBG, а также оптимизировать сам игровой процесс. Для этого нам нужно открыть панель управления Nvidia. Нажимаем правой кнопкой мыши на рабочем столе и заходим в панель управления Nvidia. Далее находим раздел параметры 3D и выбираем регулировка настройки изображения с просмотром. И тут мы делаем настройки с упором на производительность и нажимаем применить. Ну а теперь переходим к ручной настройке. Заходим опять в панель управления Nvidia и заходим в раздел управления параметрами 3D. Далее нажимаем программные настройки, выбираем игру PUBG и выставляем настройки как у меня. После чего нажимаем применить. Ну а теперь переходим к настройке графики в самой игре. Запускаем игру. И переходим в раздел настройки. После чего заходим в раздел игровой процесс. А теперь внимательно делаем все как я говорю. И тут мы видим отображение персонажа на экране инвентаря. Нам нужно это выключить, так как это очень влияет на производительность. И далее выключаем повтор и запись экрана. После чего переходим в раздел графика. Режим отображения. Всегда лучше выбрать полноэкранный режим. В разрешении указать собственное разрешение вашего монитора. Если вы поставите нестандартное разрешение, то могут быть проблемы из-за неправильного выравнивания пикселей. Лимит FPS в лобби ставим 60. Лимит FPS в игре без ограничений. Выключаем настройку сглаживанная смена кадров. Масштаб экрана 100. Далее поле зрения от первого лица выставляем где-то 90-100. Сглаживание выбираем низкое или среднее. Если у вас прям очень слабый ПК, там Pentium 3, то конечно ставьте низкое. Если у вас более такой нормальный ПК, то можете поставить среднее. Далее постобработка ставим очень низкое. Тени также выставляем очень низкое. Текстуры выставляем либо низкое, либо среднее. В зависимости от вашего ПК. Эффекты. Этот параметр контролирует качество визуальных эффектов. Насколько реалистичны автомобильные взрывы или качество пламени Молотова. Вот что касается этого параметра. Чтобы поднять FPS, нам нужно поставить этот параметр на очень низком уровне. Так как эти визуальные эффекты снизят ваш FPS и отвлекут вас в гуще вашей битвы. Листва выставляем на очень низком уровне. Дальность видимости выставляем на очень низкое. Выключаем вертикальную синхронизацию. Она нам вообще не нужна. И отключаем размытие в движении. Резкость мы тоже вырубаем. Да, она конечно обеспечивает более четкое изображение. Чтобы вашим глазкам нравилась картинка. Но если вы хотите добиться максимальной производительности, то лучше его отключить. Теперь можете зайти в игру и проверить сколько у вас FPS. Я уверен, что FPS у вас прибавился. Потому что я сам выставлял такие настройки. И у меня FPS реально прибавился. Ну все, с настройками разобрались. Теперь нам нужно поработать над вашим компьютером. Так как у нас ролик про максимальное повышение FPS. Нам нужно сделать еще несколько операций. Начнем с обновления драйверов вашей видеокарты. Да, это важно. Так что обновите драйвер вашей видеокарты. Потому что устаревшая версия вашего драйвера может стать причиной низкого FPS. Ну или ряда других проблем. К примеру, у вас игра может вылетать, либо крашиться. Так что лучше обновите драйвера. Далее нам нужно открыть Steam. Нажать на PUBG правой кнопкой мыши. И выбрать свойства. Заходим в локальные файлы. Далее кликаем посмотреть локальные файлы. И заходим в папку TSL Game. Потом Binaris. И Win64. Находим файл, который называется tslgame.exe. И заходим в свойства файла. Переходим в раздел совместимость. И ставим галочку отключить оптимизацию во весь экран. После чего нажимаем на изменить параметры высокого DPI. И ставим галочку возле переопределитель режим. И выбираем приложение. И нажимаем ОК, потом применить. Следующее, что мы должны сделать. Это убрать видеозаставку при загрузке игры по BG. Так как она тоже влияет на ваш FPS. Да и вообще, как бы, она очень долго грузится. И можно сразу ее вырубить. И чтобы игра загрузилась быстрее. Для этого нам нужно открыть папку с игрой. Дальше заходим в папку tslgame. Content. И нам нужна папка Movies. И находим файл, который называется Loading Screen. И его нужно просто переименовать. После чего, ваша игра будет запускаться быстрее. Ну а теперь нам нужно убрать все запущенные программы на вашем компе. Потому что PUBG разработан на движке Unreal Engine 4. И он требует очень много ресурсов от вашего компьютера. Поэтому лучше всего закрыть абсолютно все программы, которые могут у вас работать в фоновом режиме. Далее открываем панель управления. Переходим в раздел оборудования и звук. Потом открываем электропитание. И выбираем высокая производительность. Ну а если у вас нет этого режима, то открываем командную строку от имени администратора. И вставляем вот этот вот скрипт. После чего нажимаем Enter. Ну и напоследок, нам нужно обновить версию драйвера DirectX. Это очень важный компонент вашего ПК, без которого не работает ни одна современная игра. Для того, чтобы обновить DirectX, переходим по ссылке в описании и нажимаем скачать. И после чего запускаем установщик и устанавливаем DirectX. Ну вот и все. Я надеюсь, что этот ролик вам очень сильно помог. И у вас прибавился реально FPS в PUBG. Ну а если ты хочешь максимально оптимизировать свой ПК, то на моем канале есть ролик, где я рассказывал про 10 шагов, которые поднимут FPS в любой игре и оптимизируют твой ПК. Так что переходи на это видео и смотри. Там очень простые шаги, так что ты справишься. Все нужные ссылки будут в описании. С вами был Симон. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok